Ребята, всем привет! Давно не снимал в теплице у Анатолия Васильевича. Сейчас я хочу вам показать, как созревает нам мандарин. Вот этот вот красавец. Вот мы специально поставим мобильный телефон. Это у нас сорт Уншиу. И вот это одна гроздь, вот вторая, и вот там еще третья. Это, скажем так, тот год, когда не сильно большое урожай, да, Анатолий Васильевич? Потому что, когда вот есть, гроздьями такими висела, помню, тут просто потрясающе было. Вот, и сейчас созревает, давайте глянем этот кинкан. Вот он красавчик такой. Интересное дерево, Анатолий Васильевич, оно очень хорошо сделано, крона у него подстрижена. Да, мы специально сделали такую крону, чтобы она была компактна, чтобы поместилась на окне. Вы сами можете ее делать любую. И вот здесь другая уже, крона, вот тут же вызревает, видите. Да, уже побольше, попушистей. Да, это с прошлого года плод, а это в этом году завязались. Самое интересное, что он два урожая в год дает. Вот это вот круто вообще. Так, и вот еще один. Здесь тоже есть кинкан у нас. Кинкан. Вот видно, что он уже где, да, вот он где он уже отпал, где уже съели. Их очень много было до 50-ти что-то. А дерево сад, давайте глянем, как сейчас дерево сад, потому что давно дерево сад, как они снимали. Вот тут рядом лимон, мандарин, тут кинкан вот. А вот он маленький есть. Ну, по-моему, уже отцвел, да, был? Я помню, тут были плоды. Да, цветет, сейчас завязывает плоды. А это мандарин какой сорт? Это и есть кованаваса. Кованаваса, да. У него меньше плоды, но... Ну, они вкусные, кстати, такие сладкие. Мне так они нравятся, знаете. Вот, и здесь дерево сад, лайм на одной ветке. Вот дерево сад, лайм на одной ветке. Вот лайм, это одна ветка. Лимон киевский крупноплодный. И с той стороны, вы видите, мандарин и куншил. Давайте глянем само место привоя. Вот ветка идет. Сейчас я вот так вот встану. Вот ветка идет. Пошла, 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 пошла. И вот место привоя. Вот место привоя, да. 3 года назад. Да, вот это я помню, как вы тоже прививали. А мы даже с вами как-то прививали там одно дерево. А здесь вот подвой лайма. Вот здесь лайма. Плоды были уже? А вот же лайма. А, вот же что-то. Какой красавец. Можно уже... Ну, сейчас они пожелтеют, все равно лайм желтый. А вот еще привой апельсина. Но апельсин еще зеленый. Ну, лайм, когда вот мы в магазинах покупаем, это получается он зеленый. Ну, ее срывают зеленым для того, чтобы было больше витамина. И вот этих вот в мохито, да, добавляют все эти штуки. Ну, конечно, зрелый, он более вкусный. Он более сладкий, приятный на вкус. Очень такой, можно его есть без сахара. Вот апельсин сейчас, смотрите, интересно, что он еще вроде бы как зеленый. Вот там, а этот такой начинает уже желтеть. Но он маленький, такой небольшой плодик здесь. Да. Но сколько отсюда саженцев, получается, вы берете, Анатолий Васильевич, в год? Это воздушное укоренение, и мы делаем сразу готовые деревья за три месяца, а не за три года. То есть тут уже готовое дерево с плодами, срезаем кору, подцепляем кулек землей, и оно пускает кожу. У вас уже раз, два, три, четыре, пять штук, да? Да, ну тут уже более двадцати штук было сделано, таких больших деревьев реализовано. Это мураи, которые продлевают человеку жизнь. Уникальные растения, дерево императора Херосита, вот уже плодики завязались. Новые еще будут цвести. У меня тоже начался цвести, там цветет караул. Да, это очень уникальный цитрус, плоды как вишня, величина и красного цвета. А дальше мы переходим в тропики, посмотрим на бананы. Бананы, вот ананас, вот зацвел ананас. Вот сейчас у меня ананасы, которые вам показывают, одну секундочку объясню. Ананасы, которые у меня, они это бебики сейчас и тут, и плодоносят. У Анатолия Васильевича, сейчас сорта более крупноплодные, давайте глянем. Вот, и здесь сорт вон колючий, есть бесколючковый ананас. Вот такой он зацвел уже. И там есть ананас, который дает очень много отростков, но он небольшого размера. А вот крупные, могут давать до 5 килограммов весом плоды. Вот моя рука, скажем так, да? Ого, я вам скажу. Вы уже срезали, да, макушку раз? Да. Вот, смотрите, видите. Телефон тут значительно меньше. Да, я помню, я не успел, вы срезали и без меня слопали один. Досада была. А вот здесь вот... Ананкиевский суперкарлик, 80 сантиметров высоты. Кстати, вот он, да, вот, спрашивает, как суперкарлик. Ну, этот суперкарлик стоит в открытом грунте. Сейчас Анатолий Васильевич занят, пошел разговаривать по телефону. А я хочу вам показать вот этот вот ананас стоит, который дает 15 килограммов. Но почему-то второй раз он ананас уже в зиму идет. Я не знаю, вытянет он свои вот эти вот 15 килограммов или нет. Но посмотрим. Это отсаженный тоже отросток был. Получается, как отсаживали от того, который сейчас там уже якобы умирает, да? Но буду надеяться, что все-таки он будет более крупный. Саженцы сейчас есть, этого крупного ананаса. У него плод сам такой более овальный. Даже верхушечки еще нет, они появляются. Более такой овальный плод и такой большой вырастает. Листья у него... Ну, ребят, вам как сказать? Вот листья. Такие вот по метру. Вот. Может даже и больше вот эти, которые здесь. Но чем длиннее лист, тем у него крупнее плод. Так, сейчас бананчики есть в наличии. Видите, более такие уже пересаженные, укорененные, побольше. Красавцы такие. Карлики, суперкарлики. Кофе. Вот кофе кто... Вот заказывает. Я вам хочу показать, как у него сейчас очередной раз идет урожай. Вот плоды у него. Сейчас зеленые. Кстати, вон еще старые висят. Те, которые... И сорвали плодики. Они перевисели. Надо их вовремя срывать. Конечно, они такие потрухли. Ну, вот здесь мы походили сейчас. А вот эта штука. Банчо, которая... Я не помню, снимал я ее или нет. На видео показывал. Вот здесь бананы были. Не сняли ее. Дозревала здесь. И вот такая вот здесь сейчас картина. Вот сейчас я приеду на свою теплицу и вам покажу бананы, которые сейчас у меня есть. Но эти вот раньше пошли. Вот бананчики созревают. Видите, вот этот... О, он уже и отпал даже. Я положил Анатолий Васильевич просто, чтоб лежал. Надо ему отдать. И они вот так набухают. Такие становятся толстые и созревают. Это банан киевский карлик. Он даже в открытом грунте, смотрю, не очень большой вырос. Давайте глянем, что еще есть у нас. Интересно показать. Там еще, по-моему, один банан плодоносец. Посмотрю, есть ли там спелы плоды или нет. Так, папайя сейчас отцвела уже. Вся созрела. Ну, будем ждать новый урожай. Да, вот видите, стоят все ветки. Они пока пустые. Ну, я часто здесь показывал папайю. Вот он, бананчик. Так что, нету, да? А тут можно обратить внимание, вот на такой сдвоенный банан. Бывает такое, что они даже стройные. Очень интересно наблюдать за таким явлением. Я уже, как бы, не первый раз это наблюдаю. И очень интересно. Так что, когда будете выращивать, можете такую себя видеть. Вот, я делюсь фотографиями где-то в соцсетях. Или рассказывать своим просто друзьям, показывать, угощать. Сейчас я приеду в свою теплицу. Я вам покажу, что у меня сейчас там происходит. Потому что я давно именно оттуда съемки не делал. И бананы у меня сейчас тоже созревают. Банча есть, лимон. Мурая цветет. В общем-то, если будете ко мне приезжать, то есть на что посмотреть. Вот вам хочу показать, что происходит с инжиром в ноябре месяце. Смотрите. Плодики выходят. Конечно, они вызреют уже, но они есть. Представляете? И начинают появляться именно молоденькие. Которые буквально в последнее время. Я вот на зиму их немножко перегнуем. Забросал. Просто обсыпал. Чтоб он к весне немножко подпитался. Я не знаю, может это из-за этого. Но... Так, в общем-то, нормально получается. Не ожидал я, что именно вот на этом пойдут. Не было. Вот. Гранат уже готовится к зиме. Вот. Листики он начинает сбрасывать. Ну, еще стоит. А инжир у меня... Вообще, интересная получается история. Когда я в июне в месяце высадил, я много раз об этом уже говорил, когда в своих видео, в июне, в июле. И он сбросил все листья у меня. Просто веточки стояли такие маленькие. И он так разросся. Я думаю, что как раз вот по весне где-то в мае он уже хорошо пойдет, мощно пойдет. Чтобы будут большие такие деревья. Но буду формировать, конечно, кустом. Чтобы они были более разветвленные, эти деревья. И дали им больше плодов. Вон, кстати, еще один появился такой. Уже покрупнее. А вот здесь, который был, все-таки вызрел. Мы его съели. Здесь был плодик. Вот эту веточку я прищепил. И сразу он навыстреливал плодов. Он даже еще веточку хочет бросить. И здесь. И вот в этом месте. Ребята, потрясающий вообще сорт. Вот этот классный желтый. Крупный очень вырастает. Первый урожай. Второй урожай поменьше. Ну, а третий такой уже, как получается. В зависимости от осени. Какая осень. Сейчас как-то осень удалась тепленькая. И саженцы очень классные. Так что можете себе брать, высаживать, выращивать. Где угодно. Хоть на подоконнике, хоть на даче. Как вам удобно. Так. Ну вот я уже в своей теплице. Как вы видите. У меня растения как бы и таки остались. Ничего не поменялось. Единственное, что, конечно, я хотел показать. Какая ситуация сейчас с бананами. Созревание еще не началось. Но банчи немножечко увеличилось. Вот эта вот банчи, которая первая стоит. Сейчас мы к ней подойдем. И я вам покажу. Но пока я здесь, хочу показать, что вот этот ананас, который созревал, он начинает уже желтеть. Запах еще такой вот не дают, сладкий. Но чувствуется, что уже вот-вот у него уже начинает. Ну, такой пока слабенький, но скоро начнет созревать. У него есть уже достаточно саженцев тут. Тут пять, наверное. Вот три пока вижу. Там где-то ниже, наверное, еще есть. Порыться найти можно. Здесь я уже верхушку снимал. Вот видно, где я срезал. И здесь такой еще получилось, как бы, нарост. Я уже не помню, какую именно я тут срезал где-то. Какой-то, может быть, из этих верхушек маленьких. У меня где-то была. Может, сейчас найду, не найду, не знаю. По-моему, похоже где на эту. Вот так вот я срезаю и высаживаю. А так, в основном, это уже те отросточки, которые или боковые, или те, которые из-под корня. Идемте глянем. Сейчас интересно. Я сегодня пришел в киплицу и увидел, что у меня начинает созревать мурай уже, ядок. Вот это вот мурая, которая цветет сейчас постоянно. Вот сейчас у него здесь получается сколько? Раз, два, в трех местах она отцвела. Завязались еще плодики маленькие. А здесь внизу, где начинало цвести раньше, вот уже появилась ягодка. Вот эти будут сейчас догонять ее, созревать тоже. Такая вот красавица мурая у нас. И вот таким вот образом она постоянно растет, цветет и приносит радость. Ну, кто не знает, я расскажу, что у мураи есть целебные свойства. Это у листьев, из листьев мураи в азиатских странах, это вообще у них там народная медицина, они делают разные лекарственные средства для этого. Да, листья имеют энергетические такие вот свойства, то есть вы можете даже пожевать лист, если у вас что-то болит, там гола болит, зуб болит, не знаю, что-то еще. Но он не очень вкусный, я пробовал, честно говоря, жевал его, хочется сразу его выплюнуть, но все-таки это лекарство, надо понимать. И у кого есть проблемы со стенокардией, если вдыхать цитый мурая, вот когда он цветет, то приступы стенокардии уменьшаются на 60%. Ну, а сами плоды, конечно, это для омолаживания организма или для предотвращения старения организма, то есть не так организм стареет, это очень рекомендует хотя бы по 2 штучки в день съедать. Поэтому если у вас будет эта мурая, то вы будете, конечно, оздоравливаться очень хорошо. Сейчас уже начинает созревать лимонелла, вот у него начинает, у ягодок, ну, бачок вот начинает созревать, но он очень похожий на кинкан или кумкват, так называемый, но это немножко другая цитрусовая плод, то есть он кисленький такой, кумквата, у него шкурка такая сладкая, а внутренность кисленькая. Ну, вы уже видели, у Натуре Василища сегодня был, я вам показывал. Начал созревать еще один лимон, вот такие вот лимоны, которые в бедрах стоят, вот этот начал созревать, скоро, наверное, этот начнет. У этого лимона, я так понимаю, мы будем его уже срезать в ближайшее время. Вот такой вот красавец, я думаю, что, наверное, завтра, может, мы его срежем. И из него будем делать такую витаминную бомбу. Кто не знает, как делается витаминная бомба, потому что, в общем-то, это известная штука. Берут лимон, его через мясорубку перекручивают, добавляют туда мед, то есть медом его смешивают, добавляют туда орехи, иногда кураку, изюм, такие вот сухофрукты. И это наполняет человека, организм человека наполняет витаминами, называют его витаминная бомба. Вот, а давайте теперь попробуем подойти к бананам и посмотрим, в каком они сейчас у нас состоянии. Так, вот этот бананчик у нас, так, папайя опять разрушаться начинает уже. Так, вот если отсюда зайдем, видно верхнюю часть, но они уже, по-моему, не такие худые, начинают уже так по чуть-чуть. Но банча все равно небольшая получилась в этом году, в общем-то она пошла в зиму, в глубокую осень, я не знаю, но было бы летом, было бы вот эти вот бананы, они будут, конечно, все повозревали, хотя бы до сюда. Вот здесь банан, он без стекла, если получится пролезть к оператору. Вот так вот он сейчас выглядит, я там не вижу, вот такой листочек какой-то был, листочек, вот такие вот бананчики сейчас. Вот здесь мы резали, пробовали, как он внутри выглядит, когда он неспелый, это очень любопытно, ну вы посмотрели. Вот, ну и третий, который сейчас у меня плодоносит, у него получилась самая такая, какая-то большая банча. Кстати, видите, как он дает лист неправильной формы, это вот последний лист, а после него выходит уже цветонос. Вот, довольно-таки здесь он плотненько растет, у него кисти здесь хорошие, вот, ну думаю, вот такое ощущение, что он начинает вот где-то пытается желтеть, но навряд ли, потому что он еще такой, похож на крабовые палочки, больше, чем на бананы. Он наберет вес, немножко, ну так, разбухнет, и уже будет созревать. А запах, потрогать, он уже, наверное, будет стоять такой, травы такой, банана. А кофе, кофе, все-таки он, после перевозки еще один кофе, вот он, видно, ягодку, вот эту, будет созревать. Ну, я думаю, что месяц-полтора, и он, возможно, начнет очень, довольно-таки неплохо цвести уже по всем веточкам, и, думаю, будет такой урожай хороший. Ну, очень на это надеюсь. То есть, бананчики, суперкарлики, которые я здесь высадил, они практически все дали хорошие, не знаю, будет, видно, не будет. Здесь, как там, этих, по-моему, видно, более-менее. Дали такие вот, тоже прикорневая тростки, детки. Я их пока не отсаживаю сейчас уже, буду по весне уже отсаживать от них саженцы, потому что я в последний раз, когда отсадил, они вон там стоят, прижились, хорошо. Ну, почти под каждым сейчас есть какой-то вот отросток. И даже вот такие вот, которые в ведре, суперкарлик, вот он сейчас стоит, можно посчитать раз, два, три, четыре, пять. Опять прикорневых отростков есть. Ну, уже весной буду, конечно, отсаживать сейчас. Вот такие дела сейчас обстоят здесь у меня. Следующее видео я буду делать уже в этнокомплексе Украинское село, с которым мы будем сотрудничать сейчас. Они тоже построили теплицы. Об этом я буду рассказывать немножко побольше в следующий раз уже с владельцами этого этнокомплекса. И мы с вами проведем, скажем так, небольшой обзор самих теплиц и других интересных вещей, которые там находятся. Поэтому следите за видео, подписывайтесь на канал и до встречи.